Ну что ж, народ, всем привет, с вами Аксида, мы продолжаем с вами делать летсплей по игре Сома. Я уже порядочно не играла, но, насколько помню, мы с вами остановились на том моменте, когда мы выбрались от Сепсилона, с той части данной станции, и теперь мы должны отправиться в сектор Лямбда, там нас будет ожидать Кэтрин. Кэтрин, я так понимаю, тут какая-то ученая, или сотрудница, в общем... Вот мы, кстати, с этой Тессой вышли. Да, мы этого Карла находили. Я думаю, что я буду в этом шоу с Аксида. Спасибо, Эмми. Рути за тебя. Угу. Все понятно. Я так понимаю, что мы идем сейчас туда, куда у нас шла вот эта вот Эми, сотрудница тоже тут местная. Ну, я думаю, она уже тоже давно на том свете. Ой, господи. Вообще, вообще, все очень круто сделано. А кто это? Слушайте, вы видите, там кто-то есть? Он почему-то горит красненьким, и мне это не нравится. Мне это очень не нравится, поэтому я... Я... Я, пожалуй, вот так вот пойду, наверное. Я, конечно, не знаю, хорошо ли видно. Вон, вон, видите, вот там вот красненькое что-то летает такое. Я не думаю, что я хочу с ним сталкиваться, честно говоря. Потому что он, скорее всего, негативно настроен ко мне. Ну, раз он красненький, да? Кто это, кстати? Что это? Жутковато. Нет, реально, ребята, это просто пипец жутковато. Я не знаю, чувак. Откуда я знаю? Нет, чувак, тут все умерли. На планете Апокалипсис. Все, тут никого живого нет. Так что... Извиняй. Я пошла. Блин, реально, он, наверное, все-таки меня убьет, если я к нему подойду ближе. Давайте мы будем тогда остерегаться. Ух ты. А, это что такое? Ух ты. Это местный фонарик, что ли? Какой миленький робот. Ты мне этого напоминаешь робота из Тейлз в Бордерлендс. Маленький такой. Очень милый и забавный. Если кто играл, меня поймет, о чем я говорю. Слушайте, а он реально за мной идет. Прикольно. Ух ты, ёкарный бабай. Слушайте, по-моему, здесь еще кто-то есть. Кроме этого робота. Во-во-во, слушайте, там тоже, по-моему, кто-то есть. Очень негативно настроенный. Ты, знаешь что, ты, конечно, свети, но меня особо не подсвечивай. Кто-то там долбится куда-то. Я не думаю, что я хочу попадаться на глаза каким-нибудь тварям там. Ладно. Давайте, давайте, давайте. Что давайте? Нам надо прийти, я так понимаю, к шаттлам. Но пока, пока... Блин, он опять там. Ладно, ладно, тихо, спокойно. Я надеюсь, они тупые. Очень надеюсь. И не будут меня преследовать. Опа. Давайте-ка тогда вот сюда пройдем. Походу, дело, мы смогли от них оторваться, слава тебе господи. Так, вот она. Шаттл стейшн. Давай. Может быть... А, хотя, что я? Может, я открою сама? А! Круто. Слушайте. Это просто здорово. Ну, спасибо. Пойду-ка я отсюда. Ну-ка. Ой, что-то мне как-то уже стрёмно. Я только начала серию, а у меня уже что-то руки трясутся. Под водой не менее страшно, чем в этих помещениях, на самом деле. Либо же я очень нервная в последнее время стала. Меня дальше как бы это пропустит или что? Мне почему-то до нуля просила фпс. Это было не очень хорошо. Ё-ка, роды бабай. Что-то я не хочу уже идти. Блин, у меня фонарь есть? О! Чувак, у тебя есть фонарь? Чего ты мне раньше об этом не сказал? Я надеюсь, он не разряжается. А-а-а. Ладно. Что-то уже, поюсь, не ответит. Что-то вообще ничего непонятно, что она говорит вот так вот. Вернее, как, я её понимаю, но там вот этот вот звук, который на заднем фоне есть. Я вообще не слышу, что там говорят. Да. Ну, ты вообще права, тут всё очень плохо. Причём настолько плохо, что, блин, я бы вообще не хотела бы здесь находиться. Так. Так, не попадите под поезд, это называется. Что у нас здесь? Здесь нехватка энергии. Нет, лечиться мне не надо, пожалуй. Ну, тут реально полная жопа. Если бы тут не было фонарика... Вот тут вообще ничего не видно. Несюш, а то пошла без фонарика-то. Китайские иероглифы, что ли? Так, значит, нам надо восстановить как-то питание, правильно? Ё. Ага, прошло сохранение. Туда мы не попадём. Ну ладно, пошлите сюда. Я сразу вспоминаю Пенумбру с её пещерами и паучками. Которые мне, ну, очень уж не нравились. Честно вам признаюсь. Блин, вообще пипец какой-то, реально. У меня такое ощущение, что сейчас кто-нибудь оттуда выпрыгнет просто на меня. Тут есть кто? Здесь всё закрыто, а тут у нас чего? Ядрить. Что это? Эй, ты... Да как я тебя ударю-то, боже мой, ты и так... Я не знаю... Что это к ней подсоединено? Вообще пипец. Слушай, а ты не Эмми случаем? Точно, это она. Вообще пипец. Слушай, ну... Тебе нравится находиться в таком состоянии? Я что-то не знаю. Так, а тут у нас что? Пути, резервы... Что? Судя по всему, эта хрень питает её вот от этого. Мне писали в комментариях, что надо как-то пытаться их не убивать, вот этих вот товарищей, которых мы находим. И вот того вот робота, который считал себя человеком, мне получилось с ней убить в прошлом, да, в прошлом уже эпизоде. Но вот с этой я, честно говоря, не знаю, что делать. Потому что если я её отсоединю, как бы, вот, то всё. Она умрёт просто-напросто. Может быть, тут что-то можно сделать иное? Я просто не знаю, здесь больше ничего нету. Здесь нет никаких других путей. Да ладно, господи, что тут всё искрит-то так, господи. Здесь вот только вот этот вот проход, как бы, да. Там, в общем-то, больше ничего и не было. Ладно. Надо посмотреть. Вот эти вот, может быть, какой-то провод один можно оставить. Да, Эмми, ты выглядишь просто отвратительно на самом деле. Хотя, я не удивлюсь, если я выгляжу примерно так, только вот без этой дыхательной хрени. Оно и в лёгкий воздух подаёт, и из головного мозга, я так понимаю, поддерживает. Ладно, давайте попробуем. Да я бы тоже хотела бы домой. Питание нестабильно. Основные системы, пути, шаттл. Слушайте, так мы, наверное, всё включили. Ладно, Эмми. Раз ты не хочешь, чтобы я тебя убивала, я тебя убивать не буду, конечно, но это не жизнь. Это не жизнь. Это так, это хрень какая-то. Вот честно я признаюсь. Ладно, давайте попробуем. Я так понимаю, в принципе, питание-то мы подали на шаттл. А вот насчёт всего остального я, конечно, не уверена. О, как хитрить. Господи, кошмар какой-то. Я надеюсь, это помогло. Я не уверена, конечно. Питание отключено. Давайте его... Только при аварии. Ааа... Ого, ё! При какой аварии? Ооо, ну ладно. Так, что тут ещё у нас изображено? Затапливаемый шлюз. Набор для ремонта. Дуплексный насос. Универсальный очиститель. Набор вентилей. Прокладки. Ударный гаечный ключ. Универсальные трубы. Да мне бы вот этот ударный гаечный ключ бы не помешал тут. Ладно. И что, как бы? А, мне надо сюда сесть, что ли? Ладно. Дальше что? Что мне дальше делать? А, блин, почему-то у меня... Что-то у меня ни хрена ничего не работает. А, вот она. Понятно. Раз. Два. Три. Ок. Куда мне надо-то? Мне на лямду надо? Угу. Блин. Ну ладно, поехали на лямду. Замечательно просто. Ну, круто. Круто. О, мне еще и кино покажут. А, вот что я делал, вот что-то, с чего все начиналось-то. Угу. Обалдеть! Это здоровенный комплекс просто! Ну, круто. Так, ну мы скоро приедем, я думаю. Нам тут чуть-чуть осталось. Меньше, чем через минуту. Хорошо. Поехали. И что? И что? Ой! Ой! Ё! Блин! Похоже, я вылетела вперед. Ух ты, ёкар, ну бабай. Не-ка, я забираю эту хрень. Что-то мне плохо, кажется. Эм, что? Там кто-то наверху, что ли, есть? Что мне так хреново-то? Хотя, в общем-то, и так понятно, на самом деле. Нет, там реально кто-то есть наверху. Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы меня кто-нибудь сожрал. Хотя, судя по всему, я все равно не человек. Может быть, я даже и боли не почувствую. Или нет, наш главный герой, я ее не почувствую. Я надеюсь, что там никого нет. Пожалуй, я пойду. Ёлы-палы. Ладно. Затопило тут все. Кто тут звонит, блин? Реально, со мной тут хочет связаться. Ну, да. Ну, в общем-то, да. Отлично. Вообще, пипец. Ну, судя по тому, как Кэтрин говорит, что-то у меня терзают смутные сомнения. Что она в порядке сейчас будет. Сейчас мы придем и найдем ее холодный труп где-нибудь. А, это вот этот вот люк, да? Мне сказали, что мне надо поменьше использовать вот эти вот лечилки тоже. Но, блин, у меня такое ощущение, что мне так хреново, что, блин. Я не знаю, что у меня есть. А, в инвентаре у меня только эта штука. Как вы думаете, мне стоит полечиться немножко? Ну, давайте, что. Это хрен, я чуть вообще про локоть не захреначила. Пойду-ка я отсюда. Действительно, мне надо поменьше их использовать. Пойду-ка я отсюда, реально. Плохо тут как-то. Для того, чтобы мне их поменьше использовать, мне надо меньше огребать. Но, порой это тут невозможно просто. Я, конечно, понимаю, там, наверное, уже все давным-давно прошли эту игру. Все уже знают, в чем тут дело. Однако, для меня тут очень многое все в новинках. Хорошо, нашему главному герою не нужен кислород. Можно ходить под водой сколько угодно. Так, а что? Доступ разрешен. Я очень рада, что он разрешен. Блин, фпс, какого хрена? Не проседай, пожалуйста. Так, отправляемся наверх. Так, ну что ж, нам надо дойти до... Лямбды. Пешочка. Не смогли мы добраться на... Шаттле. Ну, Саймон, ты нашел не самого удачного проводника в лице меня, потому что я могу в трех соснах заблудиться. Запросто просто. Вот. Как бы я даже не удивлюсь, если мы тут будем с вами сейчас, ребят, плутать. Я пойду, наверное, на свет. Ой, тут крабики. Смотрите-ка, тут правда крабики есть. Обалдеть. Слушайте, как все-таки все проработано. Уже не первый раз, говорю. Все очень круто. Настолько круто, блин, что слов нет. Фрикшнл Геймс, молодцы. Поражаюсь вообще, как они все-таки работают. Как они совершенствуются. По многих планах. Игра у них все-таки со смыслом. С определенным. Так. О. 350 метров. Замечательно. Значит, я иду правильно. Меня это уже радует. Я надеюсь, мне никто тут не помешает. Блин. А дальше-то мне куда? О. Наверное, сюда. Судьба вывески. Лямбда. Да? Так. Начались, по-моему, помехи, да? А это значит... Ох, ёпай, на театр. А это значит, что у меня неприятности, да? Блин. Я, по-моему, не туда пошла. Здесь летает эта хрень. О, вон она. Вон она. Вон она. Тихонько. Конечно, тут ничего нет. Только я. По-моему, эти товарищи немножко спятившие. Вот, которые красненьким светятся. Ёкарный баба. Блин, реально. Куда мне? Я же вроде пришла куда нужно. Или нет? Какая-то подводная лодка, что ли? Что это вообще? Так, отсюда я пришла. Когда я пошла сюда, соответственно, там был этот чувак. Ну, как чувак. Жестянка какая-то. Красноглазая. Где он, кстати? А, вон он. Вон он, вон он, вон он. Видимо, мне вон туда надо. Скорее всего. Но он стоит там, прям у меня на пути. И я вот как бы не знаю, как его обойти, честно говоря. Другого пути нет. Да я согласна с тобой. Иди отсюда. Блин, я не знаю, как его обойти. О, он, кстати, сюда плывет. А, мы сейчас потихоньку здесь отсидимся. Я так понимаю, если не шуметь, то он нас и не увидит. Помехи нам только создает какие-то. Ну? Где это? Где это, блин, жестянка? Да нет, она там, вон там все сидит, конечно. Ладно, ладно. Сейчас. Сейчас, ребят, сейчас все будет. Что-то у меня как-то здесь небольшой затык произошел. Честно говоря. Не знаю, что мне делать. Не знаю, как его обходить. Я вообще могу ли я его там обойти? Там есть проход-то? Да, по-моему. Нужно найти еще. Что ты еще хочешь найти? Тут никого нет. Куда он, кстати? Иди отсюда. Иди отсюда. Пшел отсюда в жопу. Плыви давай отсюда нафиг. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ё-моё. Ладно, ладно, все, я поняла. Судя по всему... О! Кажись, я пришла. О-о-о! Отлично! Замечательно. А это, кстати, что? Давайте-ка мы попробуем, может, зайти сюда? Кстати, это тоже похоже на шаттл. Или капсулу, или что-то такое. Давайте посмотрим, что это. Требуется. Ага. Пипец. Понятно. Значит, нам, видимо, сюда надо будет, но только позже. Видимо, здесь мы должны будем получить какой-то энцефалочип. Новый для нашего устройства. Отлично. Ну, давайте навестим Кэтрин. Либо ее хладный труп. Сохранение. Замечательно. Так, ну что ж, давайте доберемся до Кэтрин. Я думаю... О! Мне, кстати, дали... Ачивку. Вот, доберемся до Кэтрин и посмотрим, что... Будем мы сегодня еще дальше записывать или нет. Но я думаю, сейчас мы посмотрим, что тут творится. И тогда закончим. В следующей серии уже будем дальше продвигаться. Так. Поядрить! Вау. Господи. Видимо, Кэтрин Хана. Кто это был вообще? Я не думаю, что я хочу идти туда. Кэтрин? 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 Не взялся! Ладно. Хорошо! Я вот здесь вот спрячусь. Здесь так хорошо. Вообще жуть. Вообще кошмар. Вот честно скажу. А... Походу, дело еще рано. Все? Спасибо большое за подсказку. Я и без тебя уже поняла. Ам. Да здесь я как бы. Сейчас подойду к тебе. Погоди. Ооо, понятно все с тобой. Ты похожа на морозилку на какую-то. Я всегда был умен. Я не могу больше. Это... Все все... Да, точно сказывай с ней. Нет, как раз. А пока и все еще случилось. Я так понимаю. Охренеть. Охренеть. Ты не хочешь думать о том, что мы начнем думать о том. Я не хочу делать это больше. Я не хочу быть это. Я хочу выйти. Before you do anything hasty, could you help me with something? Что? Я пытался узнать, что произошло с моим проектом, когда эта brute бросила меня на землю. Проект? Какое-то может быть важно, когда ты знаешь, что ты ступит роботом в мире ступит, мертвых? Хорошо. Попробуй. Я хочу, чтобы я убежал меня, чтобы я смогу вернуться к работе. Тогда ты можешь салфить так много, как ты хочешь. Вообще пипец. Реально, это просто жопа какая-то. В терминал, говорю, что? Да ладно, ладно, господи, что ты меня торопишь-то? Наш главный герой только что узнал, что он водолазный костюм. Я бы с ума на них сошла. Угу. То есть сюда, что ли, мне его поставить? Ну давайте, у нас будет переносной Кэтрин. Мне это напоминает Гладос в виде картошки с Портал-2. Я не знаю. Я в Omnitool? Спасибо. Что такое проекте? Мой проекте? О, ну, я спасла всех людей на этой станции как бренд-сканы и поставила их в артифицирующий мир. Мы были скачать его в космос, и мы были скачать его в космос. Ну, все это. Вы говорите, что вы скачали компьютерный мир, вовленный с людьми в космос? То есть, разумы людей, грубо говоря, скопировали и отправили в космос? Ну, не хотели это сделать. Обалдеть. Спасибо, хоть дверь откроешь. Я думала, ты можешь к любой системе подсоединиться. В общем, мы и сами все охренели... В общем, я офигеваю, честно говоря. Хотя... Хотя... Отправить в космос отсканированные образы людей... Это интересно. Заставляет задуматься над тем, что же делает нас людьми. Так. Куда мне? Где ты мне открыла дверь, Кэтрин? Скажи мне, пожалуйста. Вот эту дверь ты мне открыла? Ты мне открылся? Ты мне открылся? Ты мне открылся, как ты здесь приехал? Ты мне открылся. Я бы хотел знать, кто думал, что вы отправили в космос. Это было бы хорошая идея. Так. Просто проверка компьютера. Да, посмотрите, что это не было. Да, посмотрите, что в космосе. Угу. Давайте смотреть. Странно, почему Кэтрин только не может подключиться сама к этому. Угу. Копчег среда. Вон, у тебя будет два квадратных километра виртуальной жизни. Пипец. Ага. В общем, я так понимаю, что когда мы еще в 2015-м были, подобное что-то зарождалось только-только, и его образ, образ Саймона, вот этот его, сохранили, и просто он до этого времени сохранился, скажем так, его копия. Сам-то он уже давно умер, конечно. Вы приняты в проект как-то ковчег. Ну, не знаю. Ладно, я чувствую все неестественное. Как бы вы описали свое психическое состояние? Я больше не существую. Ну, не знаю. Как бы я вот себя чувствовала? Я даже не могу сказать. Ну, давайте так. Меня исчезло одно из ощущений или даже больше. Я чувствую не менее. Мои чувства притупились. Ну, давайте так ответим. Я не знаю. Как вы описали свое отношение к новому состоянию? Оно мне не нравится. Что-то в нем не так. Я не могу успокоиться. Мне все кажется искусственным. Я в депрессии. Ну, если бы мое сознание поместили в какую-нибудь машину и я бы разговаривала сама с собой, я бы чувствовала себя очень чудно. Было бы странно разговаривать сама с собой. Я, конечно, не знаю. Это мое мнение. Может быть, я бы так и не чувствовала, если бы со мной вот такое же сделали. Как вы думаете, будет ли эта новая жизнь полноценна, достойна того, чтобы ее прожить? Ну, фактически, если тебя перенесли куда-то, в какой-то компьютер или в какую-то машину, ты будешь жить все время, пока эта машина не сломается. Ты уже не в своем родном организме будешь находиться. Хотя, не знаю, все это довольно сложно, честно говоря. Возможно, повышится на все смыслы в этом новом мире. Скорее, вы предпочли выйти из проекта и принять смерть? Возможно. Отслеживание. Меркурий. Ну, Меркурий. Обалдеть. Куда-то не хотели запускать. А! Интересно. Так, и что же? Куда мне тыкать? Куда? Ну, давайте сюда. Так, а здесь? Тоже не так. Ну, давайте, я не знаю, сюда. Что мы ищем? Мы ищем ковчег, я так понимаю, да? Давайте сюда. Здесь как-то оно все больше. Что-то там говорили про Португалию там и прочее. Значит, надо где-то здесь смотреть, скорее всего. О, Круто. Давайте сюда. А, здесь я уже тыкала, здесь тоже нету. Интересно. Давайте здесь сюда посмотрим. Я могу долго так искать, на самом деле. О. Давайте здесь посмотрим. Отлично. В общем, это фиг где, на самом деле. С первого раза, надо же угадала. Я тебя в карман положу и буду за тобой таскать. С тобой вместе ходить, вернее. Так, а опрос мнений, кстати, что это такое? Давайте послушаем. Ну ладно, хорошо. По-моему, Кетриных опрашивает у меня такое ощущение. В общем, решили сделать так. Все равно людям хана на земле, да? Почему бы их не сохранить и вот в таком вот виртуальном мире и не отправить их всех в космос искать счастье. Кстати, прав этот товарищ. У каждого свое мнение на этот счет. Я могу двигаться, прыгать, прыгать, вроде бы. Ты в коробке, сомни-турой. Я просто подниму тебя там и ты мне показываешь, что делать. Это звучит очень риски. В то же время, я не люблю идею, что ты поднимаешь меня. Давай, Катерин, это что ты хотела сделать, твоя последняя миссия. Давайте начнем с арк. Мы должны найти как-то в Абиссе. Мы не можем дать Клаймер без пауза. Мы, наверное, должны идти к Теда и прожить дамбат еще не работает. Хорошо, так что мы идем к Теда. Я не знаю, это довольно далеко. Катерин, посмотрите. что тут еще есть? Сейчас, ты погоди. Сейчас пойдем с тобой. Блин, какого хрена? Чего тут так темно-то? Вау, да тут, блин, еще можно было исследовать кучу всего. Ладно. Ну ладно, Катерин, пойдем. Чего? Я тебе могу сказать. Ну, спасибо. Да, тут уже ловить нечего. Надо уходить. Хотя, в общем-то, я не думаю, что и там нам будет ловить чего. Здесь везде все как-то не очень. На поверхности пипец, под водой тоже пипец. Меньше, наверное, тоже пипец. Людей нет. Мы сами уже давно не человек. Давайте будем двигаться по указаниям Катерин. Я так понимаю, она тут все хорошо знает. Может быть, кстати, ее живая версия нам встретится. Но, давайте мы продолжим с вами, я думаю, в следующий раз, ребят. Я надеюсь, что вам эта серия понравилась. Неожиданные повороты в сюжете возникают. Мне очень-очень нравится проходить данную игру. Правда, времени, к сожалению, не хватает на полноценное прохождение, поэтому она так затягивается. Ну что ж, ждите следующего эпизода. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Аксида. Всем удачи и пока.